Так, все, запись пошла. Ну что, еще раз повторюсь, добрый день, меня зовут Иван, я руководитель проекта на онлайн-платформе «Склад», это мой коллега и друг Андрей, в моем самом состоянии себя представить. Да, здравствуйте, меня зовут Зимтеевич Андрей, и я являюсь техническим администратором команды «Склад», ну и вот сегодня буду коллегой Ивана. Ну, надеюсь, что не только сегодня, и да, я повторюсь еще раз, да, извиняюсь, да, конечно, не коллегой, а собеседником, собеседником, вот, и повторюсь, что у нас сегодня с вами неформальная встреча, еще раз говорю, что это не курс, не стажировка, не вебинары, не что-то еще, мы пробуем новый формат, когда мы собираемся поздним утром в субботу за чашкой кофе или чая, я вот, например, пью зеленый грузинский чай сегодня, и обсуждаем последние новости мира искусства, интеллекта, конечно, в привязке к всеми нас интересующей теме образования, и кроме этих новостей мы, вот еще два, два человека к нам подсоединяются, и кроме этих новостей мы разбираем конкретно какие-то примеры, которые нам показались полезными, интересными, и очень хочется, чтобы это был формат, где вы тоже говорите, либо пишите в чат, либо включайте микрофоны, и пишите, что вам интересно разобрать, потому что мы с Андреем и вот еще Валерия здесь, я вижу, наши коллеги находятся, хорошо разбираемся в нейросетях, в привязке к образованию, и хотели бы помогать вам решать конкретные преподавательские задачи с помощью нейросетей, да, ну и, пожалуй, начнем. Мы сегодня думали, какой формат вот для нашего первого эфира придумать, что мы можем сделать, и надеюсь, что и вы нам подскажете, чтобы вы хотели видеть на этом занятии и на следующих занятиях, но мы решили, что сегодня у нас будет полностью эфир под управлением генеративной модели нейросетевой, которая всем известна, ЧАДЖПТ, то есть мы с самого начала до конца будем следовать по тому, что нам говорит нейросеть, и как бы мы думали, с чего бы начать, какой вопрос задать, так, чтобы как можно меньше на нее вообще, в принципе, влиять, и отдаться тут воле случая, и добавить такую вот, да, небольшую искру случайности в нашу сегодняшнюю встречу. Поэтому мы решили, что мы возьмем тот пост, который у нас в нашем телеграм-канале мы опубликовали вчера, и вставим его в ЧАДЖПТ, и дальше будем смотреть, как развиваются события, идти по нему и смотреть, куда он нас ведет. Так вот, пост, вы видели его, уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие. Обсуждение использования нейросетей в образовательном процессе, в рамках нашей встречи будем разбирать все различные вещи. То есть он, ЧАДЖПТ, на данный момент понял, что вообще будет происходить, да, что у нас сегодня с вами встреча, и есть эта связка нейросетей и образования, и сейчас мы будем смотреть, что же будет тут происходить, и что он нам скажет. Вообще, как вы знаете, наверное, или не знаете, расшифровкой ответов и значения ответов нейросетей сейчас занимаются многие исследователи, то есть мы никогда не можем знать до конца, каким образом прошел этот процесс, каким образом и точки А мы получили точку Б после того, когда дали какой-то промпт в ЧАДЖПТ. То есть мы можем только догадываться, да, то есть как бы вот prompt engineering есть, да, такое направление сейчас активно развивающееся, где вас учат именно эти промпты писать, и мы это, кстати, делаем на нашем курсе по нейросетям, если будет интересно потом, и вы еще не прошли у нас на сайте, посмотрите, вы можете пройти этот курс. Да, ну вот вписываем это сообщение, нажимаем кнопочку Enter, сейчас я включу себя на компьютере курсор, чтобы подсвечивать мою мышку, так вот поудобнее, да. Ну вот интересно, и он взял и просто продублировал обратно этот ответ, и поэтому я хочу вам показать другое нейросет сегодня еще, которое называется Cloud, Cloud AI, я ей пользуюсь, я не пользуюсь чатом GPT, мне очень нравится Cloud, потому что Cloud гораздо более, гораздо более человеческий, то есть он генерирует текст, который гораздо больше похож на натуральную человеческую речь, и если я ему вот сюда вот это вот все введу, то что он интересно мне расскажет? О, он, видите, на приглашение, он расшифровал приглашение, пишет, спасибо на приглашение, тут есть интересная актуальная тема использования нейросети в образовании, с удовольствием поделюсь некоторыми мыслями и примерами. Ну вот он пишет, что там нейросети открывают большие возможности для персонализации, адаптивности обучения, что можно использовать интерактивный обучающий контент, да, то есть сечи, которые нам, в принципе, знакомы, достаточно общие. Давайте у него спросим у Cloud теперь, какой вы, ну, разбери, нет, давайте так, составь, составь план такой встречи, о которой я писал тебе в иншоп. Сейчас он посмотрит и составит план нашей с вами встречи сегодняшнего. Он предлагает приветствие на 5-10 минут, оно уже произошло, представление ведущих участников, презентация кейсов использования нейросетей в образовании, примеры тоже написал, дискуссия, обмен опытом, подведение итогов. Да, то есть сейчас нас интересует именно вторая часть, и он предлагает, чтобы мы дали 2-3 заготовленных заранее кейсов от организаторов. Андрей, может, есть что прокомментировать по этому поводу? Да, у меня как раз есть 2-3 кейса, я думал к ним перейти позже, или мы сейчас перейдем? Можем сейчас переходить и сразу идти в кейсов. То есть он составил план полностью нашей сегодняшней встречи, мы по нему идем. Ну, мы уже поприветствовали друг друга, поэтому перейдем к 2-3 кейсам. Хорошо. Так, я сразу скажу, что я одновременно сижу и с ноутбука, и с компьютера, потому что мне так удобнее демонстрировать экран, поэтому мое лицо может смотреть немного в другую сторону. Иван, отключи, пожалуйста, мне возможность продемонстрировать мой кард. Да, сейчас, секунду. Вот пишите, Елена, я 14 мая делала презентацию, для ректора по нейросистемам со своими примерами работы в чате генерации картинок. О, вот классно было бы, чтобы вы с нами тоже поделились, либо в чате канала, либо здесь сюда присылайте. Давайте посмотрим, если это интересно было бы посмотреть, что вы сделали, и если вам не жалко поделиться, конечно. Так, все, да, Андрей, тебе доступ. Да, я хотел бы поделиться небольшим лайфхаком по использованию чата GPT, в частности, инструмента Data Analyst. Я очень большой фанат, нет вообще ничего подобного ни у кого другого. То есть Data Analyst – это обученная модель на основе чата GPT, которая специализирована именно на анализе информации. Часто, когда у нас... Андрей, у тебя расширит чат, или Telegram, наверное, ты показываешь сейчас Telegram. Да, 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 все-все-все-все правильно, мне Telegram нужен. Хорошо, хорошо. Да, для того, чтобы лучше продемонстрировать. И часто, когда длинная переписка, то что-то теряется, какие-то там тезисы, что-то забывается. Поэтому переписку можно анализировать с помощью чата GPT. Я открыл Telegram, чтобы показать, как скачивать переписку. Для примера я возьму наш чат по работе с каналом. Вот, например, он. Для того, чтобы скачать переписку, необходимо нажать на три кнопки вверху и нажать Export Chat History. Можно скачать все видеофотографии, либо скачать только текст. Чтобы скачать только текст, убираем все галочки и жмем Export. Нажав кнопку Show My Data, тут не видно, потому что у меня показывается Telegram. Нас переносит в папку, где лежит файл со всеми переписками в формате HTML. Сейчас я включу, переключу на экран уже чата GPT. Так, секунду. Вот. Chat GPT, Data Analyst. Так, извиняюсь. А как ты его включил в Data Analyst? Ты добавил себе плагин или агент? Да. Ну, окей. Я просто забываю, что не все участники проходили курс. Для добавления в Data Analyst необходимо, к сожалению, на данный момент, платная версия, сейчас по GPT. OpenAI обещают к лету сделать функционал бесплатным, но с ограничением по количеству запросов, но сейчас, к сожалению, доступ только платный. Необходимо нажать обзор GPT, где представлен магазин моделей, обученных на разных данных. Это могут быть как официальные от чата GPT модели, так и созданные пользователями. Например, вот сказочный гид. Это модель, которую мы сделали. Если мы ведем поиски сказочный гид, то, как видим, мы можем и к нему добавить. Но нам нужен Data Analyst. Можно или на главном экране выбрать, либо ввести в поисковую строку лист. Дополнительно его покупать не надо. Если есть платная версия, от него есть доступ. Ну и, соответственно, нажимаем на чат-чат, и после этого можем с ним общаться. Как говорил, скачав чат из Телеграма, нам дается файл HTML. Вот мы его закидываем. Собственно, сюда и просим про анализирующие диалоги. Вы ввели основные тезисы. Как мы видим, он дает полную выкладку по всем сообщениям диалога. Можно, стоит отметить, что если чат большой и старый, то лучше копировать только за последний, например, день, если вы хотите проанализировать. В данном случае это полная листья чата? Более того, то есть тут у нас чат более профессиональный, но если это чат с более личным общением, то можно, например, проанализировать атмосферу коммуникации. Например, спросим у него, насколько оцени эмоциональные мои отношения между участниками. Между участниками, наверное. Да, между участниками, да. Ну и, как мы видим, он, основываясь на контексте, сказанного с конкретными примерами, может анализировать в том числе и эмоциональный климат в чате и, например, может предложить, предложить, как можно улучшить общение внутри коллектива. Слушай, ну, на самом деле, как это можно использовать, это дата-аналисты, я думаю, что есть у вас и рабочие чаты, есть и чаты, например, там, если вы в школе работаете, то, возможно, с классом, с родителями и так далее. Если в университете рабочие чаты, то действительно можно посмотреть вообще, что там происходит со стороны. Ну, это очень какая-то магическая практика просто, что называется, анализа данных. Ну, вот. Но не только же чаты можно, да? Абсолютно. Любую информацию об этом додавайте немножко попозже, потому что мне кажется, что это суперперспективное направление, потому что, во-первых, почему-то об этом никто не говорит, никто не знает. То есть я до этого как-то дошел сам, честно говоря, и после этого особо нигде не встречал. Мне кажется, это может быть полезно в образовании, в том числе и родителям, и детям, но, естественно, преподавателям, потому что существует много чатов, не знаю, там, групп класса или родительский чат, и там так много сообщений, что все это читать, но это просто невозможно. Вот так вот просто скопировать и получить краткую выжимку вообще, что происходит, мне кажется, это может творить, активизировать работу. Скорее всего, да. Кто-то из наших клиентов хочет дать какой-то комментарий либо предложить пейс, что можно проанализировать с помощью данного аналиста. Да, Закия, спасибо. Андрей, здравствуйте. А скажи, пожалуйста, вот по поводу видео на YouTube, например, да, вот если я ищу видео по конкретному запросу, и там выдается часовые, двухчасовое видео, можно ли получить краткую выжимку видео? Ну вот для того, чтобы просто там в холостую не смотреть, если я ищу, например, какой-то вот конкретный запрос, там, например, касаемо дизайна, то есть мне нужен короткий там туториал, да, где мне просто покажут, что мне нужно сделать там это и это и без всякой там лишней воды. Если, ну, как бы такая функция. Такая функция напрямую, к сожалению, сейчас же пяти видео сейчас не любые анализируют. Это OpenAI обещает сделать анализ видео, а пока этого нету. Поэтому на YouTube необходимо скачать субситры этого видео, уже их закинуть, и тогда он сможет на основе субситров сделать краткую выжимку. Давайте попробуем это сделать. Я бы сделал так. Ой, так, сейчас, секунду вам. Просто нейросети, они, ни Cloud, ни ChatGPT, они не имеют доступа к актуальному интернету, да, то есть они работают с загруженными в них уже данными до этого. И поэтому, когда мы говорим про видео, которое вышло, то есть, возможно, ChatGPT будет знать некоторые видео, если они набрали там миллионы просмотров, да, значит, например, там клип какой-нибудь там группы известной, да, то есть он тебе сможет описать, что там происходило, да, дайте тебе краткую выжимку, либо какая-нибудь известная лекция в университете, на YouTube, либо там на других площадках, да, но если он о ней ничего не знал, то уже, как бы, знать пока что не будет. Они коротко подключили к себе, если помните, кто пользовался ChatGPT и Bing, да, где можно было актуализировать, получается, всю информацию в живом времени, но они как-то быстро Bing этот выключили, ну вот, наверное, потому что там есть проблемы там с авторскими правами, еще с чем-то, то есть это такая еще история, которая потенциально может нести какие-то риски, ну вот. Ну, сейчас Google, тоже если следите, уже очень активно интегрирует нейросети к себе, к себе в браузеры и в другие системы, и поэтому я думаю, что скоро это все будет возможно, и 100% YouTube именно так будет работать, и будет очень интересно посмотреть, как это вообще, ну, поменяют все эти площадки. Вот, потому что уже в таком случае записывать видео там на 2,5-3 часа, наверное, смысла особо таких не будет. Ну вот. А ты скачиваешь, Андрей, сейчас, да? А, вот, все. Окей. Я не скачиваю, да. Значит, во-первых, для того, чтобы работать с YouTube, можно установить расширение, которое будет сразу выдавать summary небольшое. У меня, например, установлен Merlin. Сейчас, извиняюсь, покажу так, чтобы... Да, установлен Merlin, он дает достаточно большое количество бесплатных запринсов. Вот это вот окно справа от YouTube, жмем Samurai's Video, и он дает прямо вот с тайм-кодами, о чем идет речь. Можно вставлять транскрипцию, и он сейчас выдаст весь текст. Андрей, а можешь, пожалуйста, потом дать ссылку, ну, вот на этот Merlin, то есть как его, где скачать? Скинь его в чат. Я скину. У нас был пост о нем, на первом курсе еще нейросетей, даже с инструкцией. Ну, давай мы продублируем потом канал. Давайте ссылки, да, те ссылки, которые у нас сейчас вообще фигурируют как-то, да, давайте тогда напишем вам просто, чтобы в конце, после этой встречи, мы просто выделили эти ссылки и все. Да, но все же для того, чтобы использовать Data Analyst, необходимо скачать субтитры. Это можно сделать с помощью функционала самого YouTube, но я использую сторонние сервисы так как-то быстрее. Вот, скачиваем текст.фм. И сейчас, секунду, переключусь обратно на чат-жепетин. Конечно, русский сразу язык можно тоже протягивать из видео, в том числе, я так понимаю, и не русскоязычных, потому что там YouTube сам автоматически переводит, ну, двойные субтитры. Конечно, да. Но сейчас с языком нет вообще никаких проблем, потому что чат-чат-жепетин прекрасно переводит. Так, переключился? Да, переключился. Так, так, так. Где наш скаченный пайл? Вот. Ну и тот же самый... Все-таки Data Analyst. Тот же самый принцип. Закидываем сюда документ и пишем, ну, сделай краткую выжимку из видео. И вот. Соответственно, он полностью дает краткую выжимку того, что он... Ну, здорово. То есть сюда можно закидывать абсолютно любые вещи, которые ты хочешь, и он просто будет давать тебе краткую выжимку. А если ты хочешь у него что-то уточнить, то он будет уточнять. Ну, например, вот четвертый пункт «Ресурсы для обучения в интернете». Много бесплатной, конечно, информации, особенно на YouTube. Вот, да. Ну, и, например, можно попросить, как понимаю, уточнить, да, как бы какие-то ресурсы. Приведи пример. Да. Да, есть ссылки. Ну, вот, напиши. Уточни и дай ссылки. Так. Еще два дамок. Ну, все, он дает все ссылки. Ну, это шикарно, конечно. Он анализирует, что упоминал, в данном случае Руслан, и дальше раскладывает. Давайте, опять же, это есть курсы по нейросетям, но не все участники, возможно, были, поэтому разберем немного еще возможности дата-аналиста. Он отлично подходит. Он умеет строить практически любые диаграммы, проводить широкий спектр анализов корреляционный, например, корреляционный анализ, и уйма еще других. Давайте у него спросим, какие виды анализа и типы диаграмм ты умеешь строить. их большого количества, поэтому я попасть так не скажу. И он дает полный список. А я к этому созвону попросил его заранее сделать тестовый шаблон студентов. ой, сейчас соединяюсь. Извиняюсь, извиняюсь, попадался каунт. Поэтому давайте заново. По просингу создай таблицу с 20 студентов и их оценки за семестр по пяти предметам. Он строит, но можно попросить его сразу сделай пайл. сбрось мне файлом. И он дает все то же самое файл с CSV, которым можно пользоваться. Мне удобно использовать дата-аналист еще потому, что честно говоря, я достаточно плохо знаю Excel. Еще по последний раз профессионально пользовался в 90 времена. А как раз с дата-аналистом можно просто ему говорить, что ты хочешь изменить в таблице, и он за тебя будет делать все, что тебе необходимо. Давайте перейдем к примеру гистограмму попробуем построить на основе данных, которые он создал. Построим гистограмму на основе этих данных. гистограмму 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 ну... То есть, опять же, не надо заморачиваться какими-то сторонними сервисами, которые позволяют делать диаграммы, все это он делает за нас, что мне кажется достаточно ускоряет работу с данными, что может быть суперполезно для тем же студентам, для написания на курсовых дипломах, ну и, в принципе, для исследовательской работы. Смотри, вопрос. Елена, скажите, пожалуйста, чтобы чат GPT 4.0 все это делал, нужно использовать сплатный тариф или нет? То есть, наверное, идет про последнее обновление речь? Да. Да, к сожалению, OpenAI анонсировал, что в скором времени он сделает бесплатным полностью чат GPT, но только с ограничением на количество запросов. Пока не ясно, сколько. Но на данный момент, к сожалению, это только в платной версии. Да, там на листе есть. Ну да, агентов там, на самом деле, очень много. А сколько стоит, Андрей? Сколько вообще стоит платная версия чата GPT? 20 долларов. Спасибо. Ну, 20 долларов, но если использовать это как рабочий инструмент, это просто незаменимо. То есть, понятное дело, если просто вы используете для личных каких-то нужд, иногда, чтобы с ним пообщаться, то платная версия не настолько нужна. Тем более, что есть, в принципе, аналоги. Опять же, я ссылку скину. Есть уже и к Telegram-ботам подключенная 4.0-версия. Единственное, что она, как и любой Telegram-бот, будет несколько урезана относительно полноценного официального. Сайта. Классно. Агенты, я думаю, вообще можем отдельный эфир еще делать и погонять эти агенты на предмет вообще пользы какой-то. Ну да, там на листе, конечно, это очень круто. Выглядит все очень серьезно. Я бы с радостью сделал даже целый урок, попадал на листу, не урок, созвон. Но хотелось бы разбирать на реальных кейсах, потому что я не работаю в системе образования, и я могу только как-то стереотипно придумывать какие-то кейсы. Поэтому и хотелось бы, чтобы участники предлагали, что конкретно надо рассмотреть. Опять же, может быть, кому-то из участников по работе надо что-то проанализировать, и мы можем это сделать. Вот решить какой-то вопросик, да, с дата-аналиста мы его сможем попробовать его решить. Поэтому пишите обязательно, либо сейчас, либо потом после эфира. У нас еще в канале есть комментарии, и пишите обязательно оттуда ваши потребности, ваши запросы, чтобы вам нужно было бы решить. Слушай, ну я перейду, наверное, когда это был у нас первый кейс использования с дата-аналистом, а я хотел бы второй сделать, более понятный и простой, и тут, конечно, мне нужна тоже ваша помощь будет. Я хотел бы сделать урок, вот. Но при этом сделать урок таким образом, чтобы это был урок от самого начала до обратной связи ученикам. То есть мы сделаем структуру урока, сделаем какие-то рекомендации по презентации, сделаем рекомендации по домашним заданиям, мы сделаем домашние задания, возьмем роль ученика, и домашнее задание проверим, и вынадим ему обратную связь. Я хочу использовать клауд, я люблю чат-гпси тоже, и тоже использую здесь различными тоже агентами, да, и про них тоже, правда, про агентов надо отдельно говорить, это такие очень приятные такие штучки, да, которые, ну, как будто бы могут значительно улучшать опыт работы с чатом-гпси. Я пользуюсь клаудом, клауд стоит чуть-чуть дешевле, чем чат-гпси, у него нет агентов, но, как я и говорил, мне нравится его речь вообще в целом, как он со мной разговаривает и как ведет этот разговор, поэтому попробуем использовать ее. А здесь вот у нас преподаватели, напишите в чат предмет какой, и мы по этому предмету сейчас пройдемся. Напишите либо в чат, либо микрофон включите, скажите, какой вам пример интересен. Что вы преподаете? Музыкальная литература. Ого, как здорово, классно. Я играю на пианино, на фортепиано и на гитаре. Это ворот, что... Ну вот, давайте и сделаем. Но единственный интересный предмет – музыкальная литература. Вот, можно уточнить насчет музыкальной литературы? Возможно, какие-то внедрения с помощью чата он подскажет, какие игры. Вот, кстати, с тестами. С тестами он вообще классно справляется. Уже опробовано. Вот, а насчет игр, может, что-то он подскажет. Или, знаете, вот, например, в музыкальной литературе там еще нужно играть одноголосные музыкальные темы. Ну, вы как музыкант поймете, да? Да, да. И есть ли вот такой вот как помощник у чата GPT, чтобы он проверял, либо подсказывал, направлял? Давайте спросим. Если, значит, мы хотим... Мы спросим про себя у чата GPT. Мы хотим сделать урок по музыкальной литературе более интересным, интерактивным и свежим. Для этого мы хотим использовать игры, чтобы это было недолго, а то и другие улучшающие техники. Посоветуй GPT-агентов, которые могли бы нам с этим помочь. Пусть сам отвечает, да еще нам отвечает. Вот он предлагает музыкальные викторины и игры на основе GPT, музыкальные загадки, исторические игры, интерактивные истории, анализ, интерпретация музыки, виртуальная экскурсия, создание музыкальной композиции, примеры GPT-агентов. Андрей, может, ты мне подсказываешь? Ты на среднем здесь, Андрей? Андрей, здесь вижу. Да, просто у меня вопрос. Я попросил мне написать GPT-агенты, а он мне написал агенты от Google, IPM и OpenAI тоже, но это немножко странно. Сейчас мы начнем еще раз. Приведи примеры я думаю, он не сможет найти. По-моему, он не имеет прямого доступа к магазину агентов. Почему? Если это будет перед его наводница. Но, опять же, я полностью все возможности 4О еще не изучил, а раньше он не очень мог. Посмотри, он что-то пишет, я не понимаю, это созданные уже агенты, либо он предлагает такие создать. Давайте посмотрим. А, это тебе нужно будет, потому что у меня куплена платная версия клауда, а чат GPT-а не куплен. Посмотри, музыкальный викторинатор. Но, смотрите, нет, это галлюцинация. Но, посмотрите, он дал зато идеи, какие агенты можно сделать для своих учеников. Ну, тогда им, конечно, придется всем купить платный доступ к чату GPT, но вот он предлагает делать делать какие-то игры. А, ты? Музыкальный эксперт. Давайте попробуем. Музыкальный эксперт. Музыкальный эксперт. Музыкальный эксперт. Раз уж мы затронули тему музыки, мы сейчас готовим пост. Примерно месяца полтора назад вышла новая версия нейросети Суна. Это нейросеть, которая пишет песни. И, честно говоря, я когда поработал с ней, вот тогда я понял, что все, будущее уже наступило. С вашего позволения я могу включить вам пару своих песен. Композитор, раз уж речь зашла музыки, ну давай. Ну, нейрокомпозитор, но это действительно что-то невероятное, по-моему. Можно вот поинтересоваться. В самом начале обучения там было видео, где отец, я так поняла, он своего сына обучал играть на трубе, что ли. И вот он какую-то программу он использовал, и вот сын у него так вот пришел, он не любил этот инструмент и полюбил инструмент вот благодаря интерактивному. Слушай, интересно, давайте. Это какой-то, что-то, а вот какую программу он использовал, а вот ничего не сказано было. Сейчас, а мы спросим, ничего не запятил машину. Да, разработал. Есть. Сейчас спросим. Да, но видел, он такого конкретно этого не помнит, но да, наверняка это был какой-то, ну, есть много музыкальных, на самом деле, ассистентов, которые сейчас помогают либо возбудить какой-то интерес к музыке у человека, который занимается, да, сделать все более геймифицированной. Ну, самое известное, наверное, это старая очень игра, которая постоянно модифицируется, вот этот вот Guitar Hero, и есть очень много разных вариаций, каким образом это важно делать. То есть, когда музыка происходит в форме, в форме какой-то игры, а игра, наверное, такая, ну, наиболее доступная для ребенка, для понимания его engagement какого-то, какого-то вовлечения в музыкальный процесс, потому что с игрой, наверное, все поинтереснее делается, но я, честно говоря, такого, я не знаю таких программ, ну, то есть, я знаю много программ музыкальных, которые конкретно этим занимаются, ну, про трубу, кстати, ничего не знаю, первый раз вот про трубу про трубу слышал. Если найдете, вспомните это видео, присылайте посмотреть, будем искать, что там за программа была. Хорошо. Хорошо. Андрей, ну, показывай свои песни уже, я вижу, что ты не терпишься. Суна AI это действительно очень-очень странная вещь, которая так развивается сильно, что оно пишет музыку из каких-то паттернов, понятное дело, ну, а если подумать, что сейчас современная музыка, в принципе, она вся сама себя воспроизводит и делает повторы, ну, бесконечные друг друга, то на самом деле вообще не отличишь от современной музыки практически. Да, ну, давайте я приведу пару примеров. К сожалению, на русском языке у меня ничего нет, но есть на грузинском и на польском, я спрашивал у моих грузинских друзей, они говорят перевод прям как надо. Сейчас, секунду. Да, то есть музыка, которую вот услышишь в такси по радио, не поймешь, что это... И это вот я просто за пять минут буквально сделал в нейросети. Давайте, может быть, что-то на польском. Сейчас, сейчас, сейчас. И почему-то об этом очень мало кто знает. То есть, казалось бы, это такой инструмент для создания контента вот всех тех же песен для радио, а почему-то это никто не использует. Хотя, вот опять же, я показал своим племянникам, и они прям в восторге. так... А да, реально сделал Suno.ai, ну и потом ссылку дадим, тот же у вас пост будет завтра про Suno.ai, ну, может, уже сами посмотрите, ну, правда. А Suno это бесплатно, Андрей, или нет? Во всяком случае, месяц назад можно было, по-моему, пять песен в день делать бесплатно, но у меня платная версия, поэтому я... короче, можно свой альбом выпустить и юзать потом. Ну, вот я и сейчас и пытаюсь заняться, потому что вижу перспективу. Очень большое. Ну, давайте, может, еще что-нибудь. Черт. Я просто так много нагенерировал уже всего, что... Ну, вот, опять же, стоит отметить, что не то, что я люблю такие стили, я делаю, то то, что может быть популярно в Польше, например, в формате радиокрессии. Дает песню на Евровидении? Рано или поздно так и будет. Ну, я вот тоже думаю, что скоро будет Евровидение из песен, созданных искусственным интеллектом. Ну, вот, опять же, смотри, по-моему, вполне себе радиоформат. И Суна пишет в любом стиле, на любом практическом языке. Более того, можно саму потом дорабатывать текст. Я пробовал писать тексты через ЧАД, ЖПТ и через Клауди, но все-таки Суна, за счет того, что она больше обучена именно на песнях, она самостоятельно пишет тексты лучше. Так что, вот, очень рекомендую. Вот у нас там был запрос по поводу химии. Давайте все-таки сделаем, доведем этот урок, потому что у нас тоже какое-то, ну, время у нас есть, но оно, так и иначе, ограничено, чтобы мы вложились с вами во время. Давайте сделаем главную тему нашего сегодняшнего сангода все равно. И вот химия в профессии айтичника тема, а урок химии. Имя в профессии айтичника. Классная комбинация. Такая серьезная, да, можно ее назвать, наверное, серьезной комбинацией. Давайте сделаем, хорошо. Сейчас, что я на кипишу, но я буду через клауду сделать. Мне клауду больше нравится, поэтому я буду сделать ее. Он интерфейсом ничем не отличается от чат-ли-пятия, тоже от 3-версии. Вот у меня платная опус, это самая большая и быстрая модель сегодняшняя. Если кому-то будет интересно, как клауду зарегистрироваться, там писать в Телеграме, объясню по шагу, как это делать, потому что там не все так просто, к сожалению, пока что. Так, сейчас мы разрабатываем урок о предметах химии, тема урока химии, профессии, айтишника. Составь. И мы при этом пишем правильно промт. Те, кто прошел наш курс по нейросистям, знают, что хорошо давать чат-ли-пятие роли. И мы говорим, представь, что ты, ну, это Клауди, но ему тоже по такому же принципу работает. Представь, что ты самый лучший учитель химии в земле и сделай структуру этого урока заданной в высшей теме. Конечно, с удовольствием. Вот мое видение как лучшего учителя химии. Цель урока. Поговорить для массажей схемии информационных технологий, познакомить чаще всего с ролью, да, это понятно. Нам нужен ход урока прогрессивный момент. Понятно, актуалитация знаний, беседа с учащимися о роли информационных технологий в современном мире, вопросы для обсуждения, как часто вы используете компьютерами и смартфонами, довольно базовые. Тут тоже важно понимать, для кого этот урок сделан по химии, да, то есть это школа, если это школа, какой-то класс, если это университет, какой-то курс, да, то есть надо давать генеративным моделям всегда контекст, для того, чтобы это было для вас, то есть описывать вообще всю вашу ситуацию, то есть где вы преподаете, на какой стране, в каком еще где-то, то есть это очень важные моменты, значит, актуализация знаний, для чего-либо материала, химические элементы, раски перестала, и определение материала, да, ну а как бы тема у нас про айтишников, но все же. Так, вижу сообщение в чате. А, так. О, видите, у одной знакомой есть канал, где она публикует свою моду, культурную нейронку, Суна, кажется, пожалуйста, пользует, скидывайте канал, будем делиться музыкой, вот Андрей познакомится с коллегой. А я попрошу, что-то, но Суна, с вами урок, у нас, у нас, действительно, самая пробинка, есть еще пару нейросетей, но конкуренции Суна не никто не может составить. Я попросил еще раз написать мне урок, потому что он начал делать классический урок по химии. Мне вот эта цель урока, она как бы не особо интересная, он опять пишет то же самое, ну и за это, конечно, Суна могут не любить, поэтому давайте попробуем просто ставить этот чат GPT, проверить, что нам скажет этот чат GPT. Ну, чат GPT, кстати, восправился объективно лучше. Да. То есть даже бесплатная версия 4.0 или 4.0, как ее называют, да, она сделала все классно, то есть она сделала и что-то теоретической части, проводники, полупроводники, и так далее, литография и фотоэлитография, химическое освобождение, то есть все как бы есть практическую часть два эксперимента, вы опять-таки можете просить всего добавить, например, вы можете дописать всего, добавь еще два эксперимента эксперимента в практическую часть. У нее он сейчас все это перепишет и добавит еще два эксперимента. Да, ну вот Клауди, он лучше для каких-то гуманитарных вещей, да, то есть он вот к сожалению не такой обученный как ЧАД-ДПТ, потому что просто ЧАД-ДПТ больше денег в него вкладывал, и во-вторых, во-вторых, больше людей сидит просто элементарно на ЧАД-ДПТ, он быстрее обучается. Вот, ну видите, добавил еще эксперимент. Так что, дальше, интерактивная часть предлагает викторину или квест провести. хорошо, мы говорим, где нам, как нам провести, лучше как, приведи пример викторины или квеста, которые можно провести в рамках урока по заданной теме. Все, он все викторины сразу выписывает, все есть, и дает там расписание, все, как вопрос-ответ, и потом эту викторину можно сюда будет вставлять, предлагает квест, то есть, пишет как бы все свою стандартную чат-джпетивскую работу, которую он делает, вот, и сейчас мы попросим делать домашнее задание по этому уроку. Для людей, которые знакомы с чатом GPT, да, как бы, с ними работают, и спорты для них это вообще ничего нового тут нет, да, ну, единственное, что может быть новое, это то, как с ним общаться, потому что, на самом деле, то, как общаться с нейронными сетями, самая важная часть работы с нейронными сетями. То есть, просто использовать, да, как бы, это не то, что даст какой-то результат, и люди некоторые, которые просто используют, они разочаровывают потом чат-джпетит, в Миджорне, во всем остальном, потому что они просто не знают правильного использования. А если использовать правильно, то это абсолютно гениальная вещь. Давайте попросим сделать домашнее задание, то есть, нам нужно дать, нужно дать ученикам домашнее задание по этому уроку. Создай домашнее задание, и пришли его мне в формате ПТФ. Ну, чтобы зачем нам тратить на это время, мы ученикам скинули домашнее задание в формате на их почте, и все. Либо распечатали даня. Думаю, что это особенно удобно для математики, опять-таки, то и вообще везде есть цифры. Это удобный формат. Он долго думает у меня, потому что у меня бесплатная версия. А вы проводили такой урок по химии, по химии в работе отечественников делали это? Отвечайте, пожалуйста. Все, ссылку дают на документ, что он не дает вместо загрузки почему-то. Не хочет загрожаться. Он PDF не может создать? Нет, он создал PDF. Ну вот, он задание создал, вот оно все есть здесь. PDF файл, хорошо, создай просто, ну пусть создадет с текстовым файлом. Домашнее обладание и пришление его в любом текстовом формате. прикрепленным файлом. Домашнее задание вы можете редактировать, писать, что вы бы хотели сами там увидеть в этом домашнем задании. Я просто хочу сейчас, чтобы Cloud сделал домашнее задание от GPC по химии. В общем, не хочется давать файлы, не знаю, почему, Андрей, прокомментируешь, нет, продержишь файлы, он прикрепляет и листит тебя в файл бы так. Если у тебя бесплатная версия, может быть, из-за этого. Да, потому что он мне даже об этом пишет. Если он сказать, то он мне да. Хорошо, давай принт. Давай, извини. Ну, ты можешь скинуть мне этот текст, и я перепрендую. Давай сейчас так, давайте попробуем сделать так. Сейчас я закинул это домашнее задание, попрошу его решить к Клалде. Я тебе сейчас скинул это домашнее задание в чат зума, и попробуй, чтобы вырешила платная версия в Телеграм тебе скинул, платная версия чата GPT. Посмотрим, кто поинтереснее вырешил. Я скинул тебе задание. Давайте посмотрим. Так, я получил домашнее задание решение выполни выполни мне это домашнее задание. Это то, что делают 100% ваши ученики. Так, Ария Ханел. Ну, он отвечает на вопросы. Чаржи GPT делает гораздо, конечно, лучше. А покажи, ну, сейчас давай мой экран редактируется. на таблице все. Ну, хотя, может, это плохо. все, сделал домашнее задание. Я хочу его сейчас скопировать. Сейчас Андрей покажет нам, что у него там получилось с чатом GPT. и потом мы будем проверять домашнее задание используя чат GPT. все, это есть. У нас так, Андрей, ну, можешь показать свой. Я. Давайте. Давайте. Отличие в чем там? Отличие в том, что он больше разнота. То есть, если у тебя а, окей, я не вижу твой экран. То есть, здесь он конкретно последовательно отвечает на каждый вопрос, выделяя группы. Мне больше нравится, как он появился здесь формулы. То есть, если у тебя они просто где-то в тексте непонятные, то здесь вот конкретно вот он выделяет. Ну, это тоже кладет тоже коблицам. Да, ну, не знаю, тут надо глубже вникать, чтобы находить какие-то отличия. Хорошо, а ты можешь проверить, чтобы он теперь проверил домашнее задание, которое сделал Клауди. Вот я тебе выслал домашнее задание, ты еще раз попроси его проверить, что у меня уже закончились тщательно GPT возможность писать. все, вот вам нужно проверить свои домашние задания. Оценка, правильно, да, нота, то есть, вот он правильный пример, доведено корректно, описывая верно, ну, то есть, он еще раз все это прогоняет, после чего коблицам дает оценку. Хорошо, но единственное, да, ну, его дает рекомендации, вот видишь, он, например, пишет, рекомендуется добавить больше материалов, потому что у тебя всего три, а он дал сразу шесть, например, более полно. А давай попробуем его попросить сравнить этот ответ свой, да, и сейчас глянем. ой, проститонт, 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 проститонт. Да, вижу, что вы ответили, что проводились группы учеников этот урок, интересно было бы, если бы вы поделились бы с нами этим уроком, ссылкой на этот урок, посмотреть, как делает реальный учитель, да, как бы с пониманием и своих студентов, учеников, или с пониманием предмета, и как это делает нейросеть, ну, какие отличия, очень интересно это все изучать, смотреть, вот где нейросеть прокалывается, где мы видим, что это нейросеть. Ну что, Андрей, проверил? Скопи, да, здесь просто хотел бы обратить внимание на такую вещь, в новой версии, сейчас это GPT, лучший ли токенизатор, то есть, грубо говоря, количество символов, которые он может воспринимать и выдавать, и вот смотрите, какой гигантский просто текст я ему загрузил, и если раньше он бы выиграл, что слишком длинный, то сейчас с этим никаких проблем нет. Да, ну и вот он проводит сравнительно романе, с правильным... Какие он дает слабые стороны? То есть, чтобы вы понимали, да, еще раз, если фокус потеряли немножко, потому что мы уже час сидим, что это чат GPT сейчас проверяет сам свое домашнее задание, которое он сам сделал на рамках одного чата. И он дает слабые стороны, тем не менее. Тогда вопрос как бы такой философский, да, а тогда зачем ты делал домашнее задание, где есть слабые стороны? Заключение. Заключение. Хорошо. Ну, и я думаю, что еще интересно посмотреть заключение. Так, первый ответ, второй, понятно. То есть, дал обратную связь сразу какую-то, да? Он говорит, что чат GPT в среднем он более подробный. Но, в принципе, так и есть. То есть, он выдавал больше примеров. А есть интересные GPT-агенты, которые профессионально проверяют домашние задания? Ну, вот прямо они под заточенные домашние задания. Тут, понимаешь, смотря какой смысл тот, который ты вкладываешь более профессионально. То есть, в среднем, как мы видим, чат GPT дал нам полную информацию, которую как-то дополнить можно только, давая ему какие-то уточняющие вопросы. По поводу большей специализации, да, 100% это возможно. Опять же, это можно сделать и самостоятельно. Могу вам немного, опять же, показать магазин. Даже магазин, не знаю. Я думаю, что еще отдельно мы сделаем, конечно, какой-то к чат GPT-агентов, но все равно интересно подкорреть. Немножко. То есть, давайте подытожим просто. Мы сделаем за нашим уроком, то есть, мы сделали с вами для тех, кто использует чат GPT, чтобы делать уроки. Понятное дело, что вы абсолютно ничего нового не увидели. Вы, наверное, примерно так и работаете. На каких-то моментах мы сконцентрировались больше. Для тех, кто не использовал, это, наверное, начало вашего пути, для того, чтобы использовать, потому что понятно, что мы не можем использовать чат GPT для того, чтобы он нас полностью заменил. То есть, у нас есть эта творческая искра, которая заставляет нас делать более интересные уроки, более эмоционально вовлеченные и так далее. Но, тем не менее, когда бывают моменты, когда нету идей каких-то, чтобы новенького добавить, мне кажется, что нейросети на данный момент просто для этого идеально сделаны, чтобы вы могли подчеркнуть какие-то идеи либо вспомнить что-то, что вы забыли и так далее. То есть, мы такой урок сделали, и этот урок, который спокойно может быть использован в школе, и я думаю, что ученики после того, как они пройдут серию таких уроков, они также спокойно смогут дать тест, контрольную работу и так далее. То есть, свою техническую часть он выполняет очень хорошо. Вот. Поэтому, ну, вот таким образом. Давайте теперь посмотрим, да, вот Андрей, покажет, какие GPT-агенты, какие ты вообще сам используешь. смотри, по поводу планировки уроков из принципе вот GPT-моделей. Ну, как мы видим, да, они есть, и даже тут достаточно большое количество подписчиков в тех же Lesson Planner. Но, в чем вообще суть этого и отличия от обычного чатка GPT? Эти модели созданы самими пользователями, то есть, это не официальные от OpenAI. Такую же модель в принципе может создать абсолютно каждый человек. В чем ее суть? Суть заключается в том, что у нас есть мозги чата GPT, которым мы можем ставить систему ограничений для того, чтобы он отвечал только по теме, а также загружать свои шаблоны, по которым он будет следовать. То есть, если я правильно понимаю какой-нибудь урок в Англии и урок в Казахстане с сама структурой, он может отличаться, потому что разные требования законодательные. И, соответственно, можно создать своего агента, загрузить в него шаблон, например, принципов, по которым строятся рекомендации системы образования в Казахстане, загрузить в эту модель, и после этого он будет выдавать исключительно результат в формате, который вам необходим. сейчас, к сожалению, русских, русскоязычных, извиняюсь, планировщиков уроков я не нашел, никто, видимо, это не сделал пока, но, честно говоря, я не сильно вижу смысл. Мне кажется, что все-таки просто обычный чатчат GPT справится точно так же, как обычная модель, которую просто загрузили какие-то дополнительные я думаю, относительно общей базы, но это что-то незначительное. Но если нужно что-то подогнать под строгий формат, для того, чтобы он выдавал только в том формате, который нам нужен, создание своей GPT-модели это очень даже удобно может быть. Да, это интересная вещь, и на самом деле мы в курсе, опять-таки, мы рассматривали каким образом можно создавать GPT-модель, а не GPT-модель, а GPT-агента, и это какой-то процесс, который требует самостоятельной работы и времени какого-то еще определенного, потому что обучать свою модель это какая-то такая задача требующая мотивации это делать. Но при этом мы делали сказочный гид, Андрей делал по нашему курсу по сказкам, и действительно получилось классно. То есть классная работа, то есть то, что мы создали сами на основе GPT, и, например, там можно и ребенку сказку какую-то прочитать, можно проанализировать сказку, можно сделать сказку для группы, есть сказки, вот мы сделали на казахском языке, например, то есть все что угодно. Андрей показывает сейчас, как там это все разрабатывалось. Да, ну, давайте немного покажу, как выглядит уже, ну, хоть немножко обученная модель. Значит, ну, понятно, имя, описание, дальше идут инструкции, то есть, грубо говоря, последовательное описание, гигантский пронт, как он должен себя вести. и здесь я расписываю конкретные сценарии, то есть, вот, после нажатия кнопки групповая сказка, ты задаешь вопрос, какую задачу или проблему вырешать с помощью сказки, на основе ответа определяешь, какая сказка подойдет лучше, на основе загруженных в себя документов, ну, и дальше каких документов. Я прощаюсь, как говорит, алгоритм о создании этих сказок, определив подходящий тип сказки, говоришь, я предлагаю создать ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, задаешь вопросы, то есть, последовательно по шагам ты проходишь всю цепочку и прописываешь ему, как он должен вести себя в той или иной ситуации. Ну, и, как говорил, загружаются документы, и для того, чтобы он более точно выдавал ответы по цепочке, документы я создаю максимально большое количество, максимально большое количество и максимально подробно описываю, на какой документ ему нужно рассылаться в каких случаях. Вот, на самом деле все достаточно просто, но... Но требует времени, да, всегда подготовить. Ну, есть самая главная проблема это создать стабильную модель, то есть, чтобы выдача в 10 из 10 была одинаковая. И для этого, да, достаточно кропотливо надо последовательно идти, проходить эти цепочки и изменять промп. еще есть такая особенность, что много текста это не всегда хорошо, то есть, иногда приходится удалять там пополовину промп, и тогда он работает стабильнее, чем с более подробным описанием. Поэтому тут только методом проб и ошибок мы для нашего курса по второму потоку делали модель, как пример, для преподавателя, где можно, например, загружать домашние задания для студентов, опять же, кодирование студентов. Но это так, наверное, минут на 15-20, поэтому давайте уже на следующем созвоним. Да, это большая хорошая тема. готовлю сценарий. Супер. Да, но очень бы хотелось тогда получить какую-то обратную связь, какие функции персонального агента для студентов ваших, например, можно было бы еще включить. Давайте обратную связь обязательно. Я не могу сказать, что конкретно, кто он. Смотрите, давайте вашу обратную связь объясняю, почему, потому что мы сейчас только начали наши эфиры, нас сегодня не так много людей, как бы вы, наверное, были у нас на курсах, на стажировках, видели, что там много людей очень приходит, со временем на эти эфиры тоже начинает приходить большое количество людей, мы уже не сможем так прямо суперперсонализировано разговаривать, общаться, а сейчас пока что мы с радостью это делаем, поэтому присылайте ваши вопросы, запросы и в Телеграме обязательно, чтобы мы их рассматривали и чтобы всем было интересно. я предлагаю на сегодня эфир потихоньку заканчивать, единственное, у нас вот Елена, если здесь и здесь, вот да, вижу, что еще здесь, вы нам говорили, что сможете показать презентацию, можете сейчас показать, можете скинуть чат, как вы хотите, но если сейчас есть возможность, можем вам дать возможность экрана расшарить, давайте, супер, все, сейчас сделаю вас организатором. Одна секунда, интересно посмотреть. Так, сегодня делаю вас организатором. Иван, извини, сегодня я бы хотел показать аудио фронтирования и аудио GPT. А, еще хочешь? Хорошо, хорошо, давай, хорошо, ну давай вот Елена покажет презентацию и после него тогда закончим. Надо, да, ну, спасибо. Да, Елена, делаю вас организатором, можете показывать, ну вот. Презентацию, что вы делали, потому что нам это все интересно очень. Спасибо, сейчас. Так. А вот, демонстанция крыл. Вот, ну, подряд у меня открылся. Ага, есть. Ну, я недавно делала презентацию для нашего ректора нового панилина сетяна. Я у вас уже неоднократно курсы прохожу, начиная, по-моему, с 2020 года, да? Ого. Последнее, это как раз был только первый у вас курс появился про нейросети для педагогов. А сейчас я еще на втором курсе, он у вас будет расширен для педагогов. И как раз перед вашим курсом я в декабре прошла еще один курс, который по нейросетям, ну, просто по нейросетям, нам там рассказывали про все нейросети. Как, что, какая, с чем работает. Я вам сделала презентацию для ректора. Ну, хочу, чтобы у нас тоже внедрялся этот искусственный интеллект. Если честно, наши студенты, ну, я думаю, что студенты, хотя первые курсы, уже все должны лучше преподать, во всем разбираться. Нет, знаете, как-то так совсем тухло. Ну, есть наверное, какой-то, может быть, и у студентов. да. Мотивация какой-то. Это очень, очень странная тенденция. Даже, ладно, студенты, ну, не знаю, там, ветер в голове, но даже, казалось бы, айтишники-программисты, которым очень сильно помогает как инструмент именно при кодировании, очень многие прям со скепсисом относятся и никак к нейросетям не относятся. Очень странно. есть такое. Это кратко обо мне. И в основном я в этом семестре преподавала истории теории архитектуры и для своих студентов делала, создавала специальный план для презентации. Вот они мне делали свои презентации исключительно по моим планам. Но, если честно, студенты этого не делали. они просто как-то вот, да, ну, потом я как раз прошла еще до сетей ваших, я прошла курс по коучингу и взяла туда кое-что и решила, ну, ладно, если вы мне презентации не хотите делать, по моему плану, тогда вы будете делать метод Моторола у вас там. Вот я его под себя переначала и у студентов тоже экспериментировал. Итак, да, здесь вот у меня общая информация про нейросети я делала для ректора и для это еще для будущих наших тоже сотрудников скоро будет тоже большая презентация. Потом, что я использовала... Картинку делали в Миджорни или из... картинка это, по-моему, Дали мне делал. Ага, Дали, Это не Миджорни, это либо GPT, либо Дали. Да, да, да. Я тут все картинки либо GPT делала, либо Дали. В Миджорни у меня тогда еще не было оплаты. А саму презентацию в Гамме вы генерировали или собирают руками? Саму презентацию я собирала руками, но весь текст, который в презентации я генерировала в чат-депуте, потом я анализировала информацию на разных сайтах с помощью нейросетки проплексы называется. Она может делать самарайз какого-то сайта, например, ее подключаешь в браузер и она тебе генерирует весь сетокс. Читает сам сайт и делает тебе самарайз. У нас сайта, конечно, почему-то работает, но в основном она работает на всех. А вот я использовала чат-депуте, который мне написал текст для презентации, потом использовала еще какой-то обычный, который на то время бесплатный чат-чат-депуте подряд документы не рассматривала, не могла читать, я нашла какую-то обычную бесплатную интернет и вот он мне я исследовала информацию из что-то это тоже. Выглядит хорошо презентация, четко выглядит очень круто, реально. Да, очень классно. Шаблон для презентации я взяла из Google Docs и с интернета тоже, конечно. Это вот как работает нейросеть, поисковая система как нейросеть устроена, какое место занимает нейросеть в компьютерной науке, там уже 60-го года искусственный интеллект развивается у нас области применения, ну тут, конечно, не все области применения, ну так, основные, которые, ну для меня там более посупны. И какие нейросети бывают, ну на то время, когда я делала какие актуальные нейросети для каждого текстового и визуального вот гамма, мира, приплексии вот как раз-таки любимая нейросетка. Это самые популярные нейросетки. Ну и тут вот описание, это вот в деревне AI, он сейчас стал платный, если не работал. Этот идеальный TPC, это примеры, как я пробовал, примеров бард, когда еще был. Пользуетесь этим бардом или нет уже? Нет, бардом я в основном ЖКТ пользуюсь. Бард таков какой-то немного странноватый, ну то есть я что-то его не поняла. Вот, это нейросеть RIDI, которая может оживить ваше фото и научить его разговаривать. Вот здесь у меня видео, это для фотографий 88-го года, который говорит А можете включить, пожалуйста, если оно включается здесь, прямо в презентации? Нет, здесь оно это подряд на вариант. Оно у меня на как-то отдельное, ясно, ясно. Могу потом включить. Да. А здесь все, кстати, оно сделано с трех нейросеткой. GPT писал речь, нейросетка спички ее озвучила и D&D алинировала мою фотографию. Класс. Да, и вот это вот картинки, которые я создавала для просто тоже тренировалась по своему предмету историей архитектуры и вот давала задания GPT и далее и вот он мне генерировал картинку. Это вот фотография натуральная Бандербургские ворота в Германии а это вот нейросетки дали. Да, и вот в один-в-один он его создал. Там разные тонны, разные цвета. Это тоже для совпредмета. Это вот я взяла исходник вот этот вот графический рисунок и насколько графического рисунка я сначала попросила GPT опишу мне эту картинку и описал что там изобрали оно а потом сказал что он мне создал на историю этой картинки создал мне GPT наборожил это вот Мерия Сейдаль я создала GPT тоже создала вот это я так объясню собираю информацию для своего контента очень интересно в архитектуре как это работает вообще но типа именно точность то меня интересует точность то есть он же вот получается вот графическое изображение это Stonehenge правильно или один из каменных историй и он на картинке уже так точно не может изобразить количество колонн например он не повторяет то есть он иллюстрацию дает какую-то но не с кем он импровизирует импровизирует но если ему задать точное количество например сколько там 33 метра диаметр точное количество колонн и так далее я думаю он учтет просто я сказала у меня такого промпута не было я сказала создай мне цветное фото по данному схематическому рису и он ему просто создал цветное фото это где в архитектуре можно использовать нейросети ну это как так сказать также для презентации я предоставил нашла вот такой программу спейсмейкер которая делает градостроительство очень сейчас появляется компания Autodex это которая Autodex такие вот программы чушь сошли он вот там много визуализации они вот показывают как человек что-то вызывать это вот тоже из этой программы также есть лучшие программы в этой индустрии оказывается их уже столько много что всего используется в архитектуре современные архитектурные компании особенно те которые работают с параметрическим дизайном вот так долго нейросеть это вот да это вот генерированный нейросеть все какой-то какой-то мне было написано ну и у нас совет можно там уже создавать планы главное для архитектора для дизайна значит что главная идея главное нарисовать идеи показать а дальше уже планы разработать на основе этой идеи это гораздо проще ну у кого-то получается наоборот от плана к фасаду уходит а в основном работает картинка дальнейшей разработки планировки здесь тоже вот визуальный нейросет это натуральное фото с голубым небом и сгенерированные дали атмосферный да такой вот показано здесь вот тоже дали генериров и визуальный нейросет эшаген это вот уже это миджорни миджорни параметрической мебели например архитектуры да ну миджорни красавчик конечно очень классно как красиво а вы сейчас пользуетесь миджорни очень классно да нет я сейчас пользуюсь я сейчас курс прохожу нейросети для дизайнеров и как раз там миджорни углубленный так сказать курс да да так ты поправилась параметры всего там все что хочешь да шестая версия прям убрать регион вырезать добавить да да это вот как архитектура платная миджорни ингенерит бесплатный шедевр ну одинаково круг был одинаковый это тоже для студентов я так очень для мотивации студентов чтобы они работали ну как-то не сработало а что так можно было я говорю ну а что нельзя ну давайте с презентацией с презентацией закончилась закончила расскажите про студентов просто интересно разобраться в чем датык ну там дальше вот приплекс и другие гаммы я использую и приплекс для анализа сайта сейчас вот это вот гамма созданная презентация вот это на сайте гамма там есть презентаж который я для студентов делала по предмету геометрическая архитектура и биология вот это вот все самая презентация но там дальше так например как используют здорово гера да а почему студенты как вы думаете что с ними происходит почему они не хотят почему они не как сказать не удушевлены ну я даже не знаю может они недостаточной информации про полутина человеческого что она это ну зато вот пример у некоторых я даже их заставила я тогда закрою презентацию как конечно спасибо большое спасибо что поделились видео если вы там хотели посмотреть давайте да глянем да покажите пожалуйста видео вот как фотография разговаривает ну вы так с энтузиазмом большим к нейросетам относитесь да как преподаватель в целом то есть ну здорово что вы столько обучили уже нейросетей постоянно курсы проходите и интересуетесь этой темой это это круто потому что ну судя по всему что нейросети будут использоваться везде и вся да то есть там через пять лет это будет просто какой-то стандарт как использовать браузер поэтому мы так сказать если не в первом то во втором вагоне тут точно едем ну вот в плане нейросетей и образования поэтому здорово круто Иван ты подпропон да нет я здесь мы сейчас ждем Елена покажет вам видео о оживленной фотографии сейчас я просто звук уже давно не работал вот видно да-да-да видно-видо есть звук но звука но звука здесь здесь не знаю почему звука нет я тогда со звуком но мы не слышим наверно потому что там надо в настройках зуба демонстрации демонстрации выбрать чтобы звук был демонстрации выбрать выбрать чтобы звук по-другому по-другому мы посмотрим если ну если нелегко какой комментарий да хорошо в телеграм-канал можете просто прислать посмотреть это видео как вышло видео да-да-да видео со звуком можно в комментарии в комментарии просто окей хорошо ну надо уже заканчивать полтора часа мы уже сидим здесь рад очень сильно вообще что такая встреча у нас была и рад что она такая небольшая сегодня я просто думаю что каждый раз будет у нас побольше побольше людей поэтому вот есть возможность познакомиться ну и когда будет возможность на следующей встрече то было бы здорово если бы мы камеры тоже включали хотя бы в начале чтобы познакомиться и ну увидеть с кем общаемся тоже это здорово может быть увидимся с вами в реальной жизни тоже когда-нибудь потому что вы знаете что наверное кто-то из вас знает что мы у нас в поездке мы уже делаем образовательные стажировки в разные страны уже с 2013 года 11 лет уже вот поэтому не исключено что где-нибудь с вами и увидимся вот ну и хочу сказать спасибо еще раз вам за то что были здесь да спасибо за презентацию спасибо за тему урока по химии спасибо за музыкальную литературу и желаю вам хороших выходных Андрею передали слово тоже попрощаться с вами обращаюсь так а ты мне передаешь слово попрощаться или быстренько показать возможность ты же еще хотел или на следующий давай на следующий а давай на следующий оставим это ну давай так не я окей немного тезисно сейчас новая версия еще сейчас GPT появилась полноценная возможность общаться голосом с собственно с чатом GPT и это на самом деле супер интересная тема для исследований потому что как показала практика аудиопромт это тоже очень большое искусство то есть нужно быть одновременно и лаконичным и как-то четко выражать поэтому да я предлагаю на следующем нашем разговоре подробнее об этом поговорить а сейчас я покажу одну из возможностей который сейчас дает чат GPT а именно использование его в качестве аудиопереводчика потому что сейчас он очень быстро анализирует то что ты просишь его сказать и очень быстро отвечает и для того чтобы его загрузить заходим на но наверное экран не видно в официальное приложение чата GPT и в нижнем правом экране будет значок наушников ой да после чего включается режим аудиообщения и например так извиняюсь что-то включается еще думает ну а он не всегда сразу подключается потому что много запросов да 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 причем очень интересно до этого когда мы тестировали перед нашим созвоном он прям моментом а все есть очень важно при общении как-то вот поймать эту волну когда говоришь ему не должно быть никаких шумов и тогда он будет понимать ну да давайте вот разберем конкретную фишку с аудиопереводом вот например я приехал в моглоязычную страну но я не знаю английского языка я просто подхожу к человеку говорю сейчас тоже переведи на английский язык следующий текст природа вдохновляет и умиротворяет природа вдохновляет и умиротворяет каждый рассвет приносит новые надежды и мечты шум леса и пение птиц создают гармонию и спокойствие он переводит абсолютно правильно и видите он реально в течение буквально пары секунд и это не ограничивается английским языком например попробуем польский язык теперь скажи то же самое на польском языке я знаю по-польский язык могу сказать что он правильно переводит тут нужно побольше экспериментировать мне кажется это супер перспективно в Азии например потому что сложный язык и в том же в Таиланде наверное все знают английский мы будем продолжать исследования по аудиопромтированию и к следующему нашему созвону будем что-нибудь пробовать придумаем интересные вещи по новой этой функции и да ну и уже точно уже сейчас прощаемся спасибо еще раз вам всем что здесь были спасибо Андрею за дата-аналиста за много информации полезной и увидимся с вами в следующую субботу все счастливо до свидания прошу дня прошу дня до свидания Продолжение следует...